Ну, что еще? Вспоминали в субботу, прощались с Михаилом Горбачевым. Это же травмное событие. Ну, это событие, так скажем, потому что собралось довольно много людей, несколько сот говорят. Согнали, говорят. Ну, не знаю. В общем, люди приходили. У нас, кстати, был там фотограф. А, что самое удивительное, мы, конечно же, хотели там работать как журналисты, и мы туда сделали запрос, официально, как это обычно происходит. Нам отказали с такой формулировкой, что кого хотели, того позвали. Но мы как бы не очень удивились, потому что СМИ мы новое, знаешь, все относятся по-разному. Ну, хорошо. А потом выяснилось, что туда не пустили ни газету Ру, ни Известия, ни одно наше агентство. И то самое право первой ночи, это можно сказать, да, вот основного освещения было у Би-Би-Си. А кто решал это? Ну, я думаю, что это решают родственники. Вернее, я не могу это утверждать, но обычно так бывает. Родственники знаешь, да, где живут? Дедушка наворовал для родственников на долгие-долгие годы. Родственники живут в Германии. Там одна за хипарем замужем, внучара, вторая там еще. Все хорошо, все нормально. Но сам факт, вот я в этом плане, знаешь, за то, что человек может выбирать любую, вот любую точку мира для жизни, да. Но сам факт того, что внуки, да, и внучки вот этого человека живут в Германии, он говорит о многом. И, допустим, тот же 80-летие в Альберт Холле, 80 лет он справлял в Альберт Холле, вот этот тщеславный старик, который притащил туда всю элиту. Там, кстати, может начать Андрей Макаревич писать мемуару, почему не написал еще, как я пел рядом с Клаусом Майне, да, то есть, ну, это для него событие. Он там голосил с Клаусом Майне, да, не имея голоса, он со скрытой. А мы сегодня еще поговорим о нем. Конечно, об Андрея Вадимовичем же резидент наш. Поэтому у меня отношение к уходу, скажем так, из жизни Михаила Горбачева укладывается в поговорку, где присутствует имя Максим. Понимаешь, вот звали бы его Максим. И я бы в эфире вылазил. Да, поэтому столько горя, сколько принес вот этот товарищ земле российской, людям мало, наверное, кто приносил. Я бы сравнил его кое с кем, но меня не поймут, наверное. Многие приходили, знаешь, просто как проститься с человеком, который представлял целую эпоху, да, такая вот уходящая эпоха. Я думаю, что многие приходили, потому что там были замечены люди, которых вот к либералам, ну, вообще никак нельзя причислить, если честно. Там как бы наш корреспондент, вернее, наш фотограф все равно туда просочился. И там пофотографировал. У нас, кстати, есть фотографии. Ребят, пустите, пожалуйста. Там много было известных людей. Но вообще, как говорят, что это был самый большой либеральный исход за последнее время. Который, вот, кстати, это посол США, который вчера уже, да, покинул свой пост. Кто будет вместо него... Ну, это понятно. Да. Нобелевский лауреат. Нобелевский лауреат. Он, который нес, кстати, еще и фотографию Горбачева. А, он не знает. У него была, да, особая такая вот... Ну, и, конечно же... Пугачева, да? Алла Пугачева, да. После как раз того, как она вот сходила на эти похороны, она у себя, я не помню, по-моему, в запрещенном инстаграме написала пост. Практически первое ее политическое, да, околополитическое заявление. Ну, Ворбан был на похоронах Горбачева. Вот здесь, мне кажется, просматривается такой политический жест, да, то есть я единственный, кто приехал. Я не думаю, что он скорбил по Горбачеву, скорее всего, вряд ли. Он просто показал близость Венгрии и Москвы на данном этапе развития ситуации. Да, еще он, конечно, не предупреждал, он прилетел как частное лицо, поэтому не было никаких там, как бы, никто... И вот он сделал несколько фотографий, по всей видимости, из машины он особо не выходил, и вот это фотографии того, что его удивило. Ну, он то есть показал Венгриям, ребята, газ будет. Все будет, а газ будет, они же с Газпромом заключили новый договор, и как раз Орбан сказал, что Газпром все-таки же надежный поставщик, потому что Шульц до этого утверждал обратно. Так вот, со всеми нормальными людьми, да, со всеми нормальными странами Россия очень надежный поставщик, и поэтому у Венгриев будет все хорошо. А я думаю, при условии, что рано или поздно и товарищи начнут рыскать, где же там взять газ, у Венгриев будет еще более хорошая ситуация, потому что они просто начнут его перепродавать. Скорее всего, будет так. Ты скажи мне, ты Луи Виттон на скидках там, дали они скидки в день, когда закапывали? Не дождешься, называется, ты знаешь, что Луи Виттон вообще не бывает скидок. Не бывает скидок, я не знал, я не так глубоко. Никогда не бывает скидок. То есть даже в честь... Только в Пицца-Хат или где там, что там еще это? В Пицца-Хат должны вообще были за бесплатно выдавать, да, эти куски, значит, теста с сыром, с колбасой, да. Вообще, конечно, да, ушла эпоха, эпоха с горьким привкусом и сладким привкусом крови. Вот, надеюсь, что в истории России больше не будет таких вот лидеров, как он. Просто рамки эфира все-таки же они существуют, не позволяют мне высказать всего отношения к этой вот субстанции, которую закопали. Надеюсь, скульптур ставить не будут, как и на могиле Маргарет Тэтчера, какой-нибудь плитой придавят, чтобы он не вылез оттуда, не приведи Господь никогда вместе со своей женушкой. Это мое отношение, и оно у многих таково, вот отношение к этой субстанции, которую закопали в субботу. Ну, здесь как раз правильно говорить о нем, как о историческом, да, каком-то персонаже. Говорят, слабый звук, почему слабый звук, или опять нас троллят. А, была Ксения Собчак, но этой пофигу, куда ходить. Вот этой пофигу, куда ходить абсолютно. Закопают собачку любимую, там, Горбачева какую-нибудь, и она пойдет. Крылов Дмитрий был, помните эти путевые заметки, он такую херню у себя пишет в фейсбуке, такая оказалась. А у него лавочка, потому что закрылась, уже уже никуда. Нет, у него программа продолжается, но просто сейчас никуда не поедешь. Мерзотнейший вот этот бородатый Крылов, да, вот просто отвратительный. А ну, а Собчак, а ее куда ни позови, ее помани пальцем, она как привыкла с 90-х ходить, вот так поманят, и она и пошла. Здесь какой-то, знаешь, кто-то пишет нормальный, а кто-то пишет плохой звук. Да нормальный звук, все понятно. А у Михаила нормальный звук. Еще мне говорят, Михаил, не ори, не ори. Ори где, Михаил? Звук не очень хороший, по-своему, если. Я зачитываю, значит, Инстаграм, запрещенно грамм Аллы Борисовны Пугачевой. Итак, она пишет. Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу. Итак, мы обрели свободу. Недавно Алла Пугачева вернулась из Латвии, да, из республики, которая тоже обрела свободу благодаря развалу Советского Союза. Алла Пугачева не хочет провести параллели между той Латвией, в которой она бывала, когда гремел кабак Юра Сперлы, Кабур, да, и другие заведения Юрмала, и Юрмалой, допустим, и Ригой нынешних времен. Вот такое запустение, да, серость, вот эта вот печаль, тревога. Не хочет. Это свобода, Алла Борисовна. Свобода. Слушай, ну такая свобода у нас была в начале 90-х. Мы же все это видели. Да, конечно. Это благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву, да. А, значит, ну ладно, идем дальше по поводу свобод. Мы перестали быть империей зла. А вы вообще знаете, откуда этот термин взял? Ну, бывший актер, бывший актер, кстати, который был не самым плохим президентом Соединенных Штатов Америки, ляпнул это во время обращения к евангелистам. Ассоциация евангелистов. То есть, ну перед эфиристами выступал, вот эти вот, евангелистские церкви, это же чистой воды получалова, да, по большому счету. Которая, кстати, которая распространяет щупальца по всему миру. И целью их была Россия, безусловно. Не, ну здесь же фишка в чем, мы империей зла не являемся только в тот момент, когда мы все сдали, подняли вверх ручки, сдали все, еще, значит, ползаем на карачках и просим у всех прощения. Вот тогда мы не империя зла. Как только мы говорим, что у нас есть свои интересы, и мы готовы, и мы будем их отстаивать, мы становимся империей зла. Здесь уже, знаешь, не так ужасен этот термин. Да, ушла империя зла. Для всего мира исчез страх за будущее своих детей. Оказывается, Советский Союз держал весь мир в страхе, и весь мир боялся за будущее советских детей из-за Советского Союза. То есть, афганские дети, иракские дети, ливанские дети, да, ливийские дети, они как бы не в счет. Это другое. Это другое, вы не понимаете, это другое. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Отвергал насилие? А как же события в Нагорном Карабахе, благодаря которым погибло столько мирных жителей? Как же события в Средней Азии, когда русских людей просто выкидывали за территорию страны, а иногда из балконов, да? Как вот эти события Алла Пугачева, они тоже были вот в этих вот координатах, да, значит, без насилия. И по поводу удержания своей власти, он был жутчайшим карьеристом, который цеплялся за власть вот просто коготками. Готов был карабкаться по этой лестнице именно вот до этого возраста, до которого он дожил. У меня, знаешь, здесь еще какой вопрос, а был ли у него достаточно политический вес, чтобы что-то решать силовым или любым другим путем? Мне кажется, в какой-то момент уже суверенитет страны был слит окончательно. Конечно, безусловно. Поэтому какие бы там решения он принимал? Мне вот только такой вопрос. Что он мог принимать, какие решения? Это была такая, такой биоробот-кукла Горби, которого могли там погладить по лысине на западе, улыбная. Он же улыбался постоянно, ходил, у него с ахинеей. Как Шольца? У них что-то есть общее, вот знаешь, я замечаю. А ты заметил, когда ему спичрайтеры писали, более-менее что-то можно было понять из речей Горбачева. Когда он нес ахинею сам, понять было невозможно вообще ничего. Вот это даду-даду-да, даду-да-да, вот это вот песня, которая характеризует весь период этого правления. Далее Пугачева пишет. Все не без греха, и политики тоже. Ну, глубокая мысль, да. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. А о каких смертельных ошибках для всего человечества сейчас идет речь? О спецоперации на Украине, позволю спросить. Так, во-первых, это не ошибка, это первое, да. Это необходимость. Или Алла Пугачева... Это тяжелое решение, как говорил наш президент. Это решение, которое принималось очень тяжело. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да. И главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. А вам нравилось, когда практически все человечество, цивилизованное, цивилизованное, издевалось над Россией на протяжении последних лет. Как они вводили ежедневно санкции новые. Как они лишали нас права на наш герб, на наш гимн, на нашу символику. Как они уличали нас в том, чего не было. Вам это нравилось? Это были же не смертельные ошибки. Да? Идем дальше. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс. Есть... Так, хорошо. А у кого присутствует вот это человеколюбие и благородство опять? Я так подразумеваю, что это имеется в виду... Россия же, да? Америка же, это страна благородная. Да, это борцы за мир, которые то там, то тут обязательно обостряют международную политику и какую-то ситуацию. Знаешь, такую глобальную... Вот как сейчас то, что происходит с Китаем, с Тайванем. Понятно, что это борцы за мир. Да. Изо всех сил, понимаешь, делают все, чтобы спровоцировать Китай. Я уже не говорю про Россию. И Украина бьет по энергодару. Это из... Знаешь так вот... Из человеколюбия. Ну, конечно. Пропало умение идти на компромисс. Сколько компромиссов предлагала Россия за последние годы Западу? Сколько раз звучали и призывы, и предложения сесть за стол переговоров и цивилизованным путем решать дальнейшие судьбы наших государств? Прямо накануне специальной военной операции как раз был призыв сесть за стол переговоров. Конечно. Был призыв обсудить интересы всех. А у меня еще один вопрос. Вот здесь про мирные решения вопросов. До Латвии Алла Пугачева пребывала в государстве Израиль. Как мирно там решают вопросы с арабским населением, мне никто не подскажет. Нет? А я знаю. И Лена знает. И мы бывали там. Тоже все пропитано миром и человеколюбием и благородством. Да? Ну, хорошо. Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей, давайте искать вместе. А кому предлагает искать компромисс Алла Борисовна Пугачева? Надеюсь, еще не поздно заключает она. Это уже промедление смерти подобно, да? Нет. Когда не получается так, как хочешь ты, тогда ты начинаешь требовать компромисс. Вот я думаю, здесь разговор об этом. Вот понимаешь, в чем дело? Безусловно, Алла Пугачева — это явление на советской и российской сцене в какой-то период. А назвать ее лидером мнений? Ну, я не знаю, я не слышал заявления Аллы Пугачевой до спецоперации, которые бы укладывались в такую политическую бытовуху. Это чистой воды политическая бытовуха. Причем, я понимаю, она приехала для чего? Она приехала для того, чтобы понять, что здесь происходит, и начать, как она говорила, наводить порядки в наших головах. С тобой тоже, кстати, да. А произошло что? Это моя субъективная точка зрения. Она прилетает в Москву. Ей говорили наверняка, и в Юрмале, и Алла, там сейчас совсем-таки не то. Но она приезжает в Москву, и она говорит, да я порешаю. И она видит, что действительно не то. Она обращается к своим друзьям и знакомым. А многие уже как бы не хотят быть друзьями и знакомыми. Потому что опасно. Потому что муж наговорил на несколько статей. И продолжает говорить. Он там КВН назвал крепостным театром в очередной раз. Пиарит эту авиасейлс контору. Знаешь, чья контора? Да, знаю. Латыша этого парня, который вышел замуж. Вот этот вышел замуж. И который поливает Россию, сидя в Лос-Анджелесе или где он там, Майами. С головы до ног постоянно. Вот эту контору рекламирует Максим Габберзнич, по-моему, фамилия Янец. Не вспомню. Не помню, как его фамилия. Да. И вот Алла Пугачева выступает с таким заявлением. А времена изменились. До этого она вопрошает. Прекрасный, кстати, материал на эту тему написал Михаил Дряшин. Почитайте у нас на сайте. Наверное, действительно очень интересно. Вообще, вот таких колумнистов и писателей, как Михаил Дряшин, их поискать днем с огнем. Ну, она оттолкнулась от того, что помимо вот такого заявления, еще Алла Борисовна, значит, разместила у себя отрезок, как сказать... Эпизод фильма. Эпизод фильма. Боже мой, как это назвать? Я его забыла. Раба любви. Раба любви, да. Где героиня говорит, господа вы звери, вот эта известная фраза, естественно, понятно, она себя как бы ассоциирует наверняка с героиней. Ну, муж-террорист, муж-террорист, бомбист, да. Да, пишет о том, что был такой вот режиссер Никита Михалков, интересно, куда он делся. Вот какая-то такая примерно... Нет, а куда делся хороший человек Никита Михалков? Да. А хорошие люди, они вписываются в парадигму, в которой существуют Андрей Макаревич, Максим Покровский, Максим Галкин, Максим Леонидов. Есть наше мнение и плохое. Да, есть наше мнение и плохое. Борис Гребенщиков, Марат Гельман, который не знает русского языка, да, но, тем не менее, руководит каким-то псевдо-русским фестивалем. Вот это хорошие люди. А Никита Михалков, который выпускает программу великолепную «Бесогон», который, я не побоюсь этого слова, лечит души молодых людей. И ты знаешь, Лен, знаешь, сколько приходит вот мне сообщений и писем, ну, ты представить себе не можешь, просто если к одному ролику комментарии по четыре тысячи. Огромное спасибо, что вот мой сын начал смотреть ваши передачи. Мой сын начал смотреть передачи Никиты Сергеевича Михалкова. Он поменялся в корне, поменял свое мнение о происходящем. А, Алла Борисовна, у меня такой вопрос. А вот звезды российской эстрады, если таковые остались еще, они кого-нибудь наставили на путь истинный в этой жизни своими песнями или своим поведением на сцене? Допустим, премии Муз-ТВ, где Киркоров играл свадьбу с Давой. А? Нет. Не наставили. То есть вы поздно начали как-то лечить наши души, да, я так понял. Теперь по поводу хорошего, куда делся хороший человек Никита Сергеевич Михалков. Никита Сергеевич Михалков не просто хороший человек, а очень хороший человек. Но вы еще забыли, видимо, как-то не по рангу, какой он режиссер, да? Что такое советская эстрада? Российская, нет, советская еще, ладно, российская эстрада. Эстрада, которая известна узкому кругу людей, в которую по непонятным причинам... Знаешь, вот вчера, да, мы зашли в ресторан грузинский, играет грузинская музыка, мне очень нравится грузинская музыка. Это мелодика, это голоса прекрасные, многоголосие все. А почему-то нам не завозили, вот, допустим, грузинских хороших певцов? Именно завозили. У нас же из Украины шли эшелонами вот эти лободы и так далее и тому подобное, которые сейчас льют грязь на наши головы. Вот российская эстрада, да, это такой сегмент узкий, узконаправленный, который известен в ужайших кругах. А по поводу Никиты Сергеевича Михалкова, ну, на всякий случай, он обладатель «Золотого льва», «Золотой пальмовой ветви», «Оскара». Это режиссер мирового уровня, которого знают в мире. Я не выступаю адвокатом сейчас. А здесь не нужно выступать адвокатом, просто очевидные вещи. Очевидные вещи. Это звезда мирового масштаба. Ну. И вы начинаете вопрошать, где хороший человек Никита Сергеевич Михалков? По-моему, некорректный вопрос. И вот мне сдается, что мне вот эта миссия по поводу попытки, скажем так, это же что? Это попытка примирения, да, воюющих сторон. То есть те, кто уехал, они-то нормальные. И они должны вернуться. Это вы ненормальные, это вас развели. Вас развел президент. Видишь, как делается, удар точно наносится. Ничего, что Никита Сергеевич Михалкова недавно президент страны наградил. Смотрит его передачи, насколько я знаю, да. А он плохой. А надо что смотреть? Вот эти шабаши Евровидения с Киркоровым, с Лазаревым и прочими. Это вот это вы нам несете. В свет. А потом выступаете вот с таким заявлением. Это не политическое заявление. Слушай, нет, это похуже даже... Это междуструйная бытовуха вот такая. Это желание прощупать почву. А они безусловно, молодец. Вот правильно, абсолютно. Потому что с ноги открытая дверь не зашла. Люди восприняли очень резко и только усугубило эту ситуацию. Теперь, может быть, вот так давайте искать компромисс. Ну, как бы для компромисса, во-первых, нужно что-то предложить. Если дальше будет какой-то другой шанс, я не знаю, может быть, она пойдет дальше, там, или ее окружение пойдет дальше. Как Филипп Киркоров, они поедут в какой-нибудь госпиталь, да, может быть, и такое. А где Филипп Киркоров, ты в курсе? Нет. Ну, в Штатах. Ну... А знаешь почему? Потому что кураторы, вот эти покровители, они поняли, что акция с госпиталем... Не прокатила. Это полная херня, когда заходит в госпиталь. Понимаешь, вот человек туда должен зайти, просто я там был, имею право говорить, вот так сжать себя в кулак, да, и просто слиться с этими ребятами, понять вот с их душами, что они пережили, и попытаться эту боль на себя хоть немного перетащить. А не прийти под камеру, сесть, сука, вот написать вот эти вот на конфетках там, на что-то, да, и билета два лежачему дать. Как мог. Нет, милая моя, не как мог. Сзади, сзади, вот за этой акцией стояли люди, которые, видимо, это специально сделали. Когда поняли, что обосрались, понимаешь, он уехал в Штаты. Вот и вся цена. Потому что все квадратно-гнездовое. Понимаете? Вот поэтому. Теперь Алла Борисовна. Я понимаю, что идет игра такая серьезная. Абсолютно. Но вот это заявление, которому мы уделили, на мой взгляд, чересчур много времени, оно ничем хорошим не закончится. Тем более, что Песков сказал, ну, я не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачева. Это действительно не антироссийское заявление. Я с ним согласен. Она очень в этом плане осторожна. Она, нет, она, ты меня извини, столько лет провести в этой банке с пауками. А шоу-бизнес российский, это банка с пауками, где массы... Кстати, по поводу человеколюбия и так далее. А сколько загубленных душ на российской сцене, да, вот на эстраде? Сколько, так если посчитать? Которым не дали дорогу? Которым не дали дорогу. А по поводу насилия, допустим, начиная с убийства Талькова, потом взрывов автомобилей. Это как там, без насилия все происходило? Ну, просто так вот, сегмент нашей жизни, да. Вот, и дальше он пишет. А ее супруг Галкин, это говорит Песков, делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути. Это такой, вот когда это звучит из уст Пескова, да, то можно перевести на более такой жесткий язык. Это всем понятно. И мне, допустим, абсолютно понятно, что главная идея, это перевести 15-й зрителей на канале, на всякий случай. 16. 16, а, ну, хорошо идем. Друзья, спасибо, сейчас почитаем комментарии. Это, конечно же, перевести Максима Галкина. Но вот эти заявления, я от себя скажу. Никогда вам русские люди, да, и не надо мне писать в комментариях Шахназаров, там, свои фамилии, ты русский, да, я русский человек. Никогда русские люди Латвии не простят того шабаша, который устроил Максим Галкин в Юрмале и в Рое. Когда люди просто почувствовали себя плеванными. Когда у людей была трагедия, на самом деле, я имею в виду проразрушение памятника. А со сцены не прозвучало ни одной фразы в защиту этого памятника. Но звучали какие-то колкости в отношении России и в отношении русских людей. Никогда вам этого не простят. Вот этой русофобии неприкрытой. Я думаю, здесь речь идет о том, что, ну, естественно, не пустить на территорию Российской Федерации его не могут. Пока он в гражданстве, а он в гражданстве, и лишать его вряд ли кто-то будет. Но я думаю, здесь как бы имеется в виду, что зарабатывать здесь и выступать ему, скорее всего, не дадут. У меня тогда вопросы плавно перетекать. Давай прочитаем комментарии. Мария Тарасовна, спасибо. Надеюсь, Максима не пустят на территорию Российской Федерации. Друзья, вас 16 тысяч, мы вам очень благодарны за то, что вы смотрите нас. Ну, тут Галкин предатель, а сейчас хоть вижу и слышу новые голоса. До этого конец, одно и то же. Но это правда. А вот, так, что там, Пескову не верю. Ну, слушайте, иногда странными заявлениями отмечается Дмитрий Сергеевич. Иногда достаточно такими взвешенными. Ребята, вы лучшие, уважаем всех ведущих. Финляндия с вами. Ну, конечно, Финляндия огромная проверка. 16 тысяч, 619. Я так, мы пошли на какой-то сумасшедший рекорд, Лена. Знаешь, как бы сборная ствола прорывается вперед. По поводу, идем дальше. Вчера появляется информация о том, что в Москве появился актер Панин. Актер Панин. А кто его называет актером? Это все, что угодно, только это не актер. Нет, нет, уже не актер. Был неплохим достаточно актером. Ну, это какая-то маргинальная личность, по-моему, серьезно уже никто не воспринимает. Ладно, хорошо, соглашусь с этим. Да, безусловно. Актер это Лавроненко, Машков, вот это актер. А, господа, у меня такой вопрос. Вот правда, Россия, когда она на две части перестанет делиться? Вот этот чувачок, сидя в Испании, заливая сливу, размещал посты, в которых собирал деньги на конкретные бригады ВСУ. То есть он собирал на броники, на оружие и так далее. У меня вопрос. Сколько наших пацанов погибло благодаря деньгам, которые Панин собрал на вот эту мерзость? А? Не знаете, да? Я тоже не знаю. И молодежь не знает. Ну, знаете, какой молодежь вывод сделает? Они скажут, нихера себе. А так было можно, да? Можно было собирать деньги на убийство. Адресно собирал, бригада такая-то, ВСУ и так далее, там. Русских надо уничтожать, орал в пьяном угаре. Бабки кончились, появился здесь. Прекрасно. И никаких мер. Вот, допустим, великолепный актер Михаил Ефремов совершил преступление. И честно отбывает срок в тюрьме. И изменился, говорят, очень сильно. Михаил Ефремов, великолепный актер. А вот Панин, еще раз повторяю, никто не знает, как были использованы собранные им деньги, но деньги собирались активно. Прилетел в Москву. Может, вы его покажете, повезете по семьям, в которых кормильцы лишились? Или просто родственника, который не вернулся с войны? Или который конечности потерял? Отвезите Панина, покажите, скажите. Вот он собирал деньги на нужды ВСУ. Но если не хватает у вас воли принимать решения, если у вас есть блатные, вот такие, подонки, которые кричали, что русских надо уничтожать, а потом они прилетают в Москву. А мне потом говорят, а ты знаешь, мы их гражданство лишить не можем. А что вы можете? Ну вот что вы можете? А сейчас модно нюхать кокаин, долбиться куда ни попадя, и вот отсюда берется современная мода. Да пойми, вот, понимаешь, в чем дело? Они прекрасно научились одному, вот эти вот доморощенные, эти Серебренниковы, Молочниковы и так далее, они прекрасно научились, осваивая бюджеты, осваивая бюджеты, производить идеологические, проводить идеологические диверсии, имея наверху покровителей. Слушай, ну когда хороший темник, конечно же... Вот и все, понимаешь, вот и все. Это схема? 500 тысяч, да, 500 тысяч рублей за то, что вот он спел, сделал пародию на песню «Я русский» и пожаловался на него, так, тоже на него пожаловался, я не помню, какой-то общественник. И после этого он у себя... Шлыков. Да, он у себя в соцсетях, Гудков написал, что... А ты знаешь, что он Шлыкова назвал, говорит, «три-два-расом»? Да. Там просто очень странная формулировка, он как бы вывесил такое... То есть Гудков назвал кого-то «три-два-расом»? Да. Ну, он женился, и поэтому он теперь может себе позволить. Что он сделал? Женился. Гудков. Что сделал? Ну, насколько я знаю... Борода! Борода! Согревает в холода борода! У меня один вопрос. Вот один всего. Бородой знаете, да, кого называют? Не знаешь? Знаю. Ну, что же. У меня один вопрос. Значит, вот эти вот товарищи манерные, по которым видно, да, что там, допустим, Филиппки, эти серёжки поющие, хорошие и так далее. Ну, все же всё прекрасно видят. Мне вот чем нравятся западные звёзды, да? Ну, вот был покойный Джордж Майкл. Ну, да, ему тяжело удалось. Он сказал, да, ну, вот я открытый. Да, окей. Элтон Джон вообще замуж вышел. А вы-то что скрываете? Ну, что вы скрываете? Я не понимаю. Все всё понимают. Возьмите, сделайте коллективный каменалок на каком-то центральном канале. Выйдите вот так, возьмите за плечи или за репкой так. Опа, и поехал. Ну. Потому что общество это не воспринято. Они хотят быть всё-таки, понимаешь, какими-никакими лидерами мнений. А так уже не получится, потому что для большинства... Ну, ты пойми, народ не обманешь. Вот, допустим, Гудков, когда он начинает говорить на камеру. Это кто в нём говорит? Такой брутальный натуралище, да? Это кто в нём такой там говорит? Гудков. Кстати, эта команда, я её видеть не мог. Это когда КВС сказал, Фёдор Двинятин, блин. Это просто был ад какой-то, да? Ну, они кому-то там... Ну, КВН вообще поставщики определённых кадров. Да ладно, да? Я не про это. Я всё про... А про что? Про людей, которые зашли куда-то. Лена, девятнадцать тысяч! Лен, если я... Не спугни! Всё нормально. Не, и вот, Гудков, слушайте, мы эту тему обсуждали. Ну, опять же, я пятисотый раз задаю вопрос. Александр Гудков, почему вы не спели... Вот, допустим, вы же ходите в синагогу на еврейские праздники, да? У вас нормальные отношения. Почему вы не споёте песню «Я еврей комичную», да? Почему вы не споёте песню, допустим, там, «Я дагестанец». Я дагестанец, особенно, да. Я бы посмотрела на это. Ну, чего вы не споёте песню про пацанов наших с Кавказа, да, там, каких-то, про дагестанцев, про чё... Чего вы вот только спели про русских, а? Команда поступила. Слушай, мне интересно. Это какая-то лично идиотская инициатива была, потому что понятно, как люди отреагируют. Вот сейчас нужно быть совсем идиотом, чтобы не понять, как отреагируют люди. Или это как бы кто-то занёс, и, в общем, в принципе, давай. Да, я уверен, что занесли. Я просто не сомневаюсь, что занесли. Вот просто не сомневаюсь. И, понимаешь, ты учти такую вещь. Там же не такие дураки. Все прекрасно понимают, что это... Знают, вернее, что эта песня нравится ребятам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, для которых эта песня многое значит. И тут появляется вот этот уже далеко не смешной, потому что злость, она же, знаешь, как... Она... Юмор начинает всё-таки же придавливать к земле так немного. У него были хорошие там моменты. Я помню, но он тоже там был манерен. Помнишь, про грибы они сургантом песню пели? Нет? Они перепели фараона, и там был вот клип фараона, и клип... Это была пародия реально смешная, над которой можно было посмеяться. Этот мемасик, как принято говорить, он ходил по всему ватсапу, там его раскручивали. Ну вот это вот, вот это. Спасибо деду за узкий мой таз. Ну, вы скажите мне, что спасибо деду за победу. Никакого отношения к этой песне не имеет. И после этого он хочет быть любимым, вот таким, да? Хорошим для народа он хочет. И вернуться... Я думаю, Дзинтери ещё увидит новые концерты новых исполнителей из Российской Федерации, которые будут там... Ты вообще была в Дзинтери в Забрине? Нет. Не была никогда? Знаешь, есть известный самарский безработный, ну, по совместительству поэт. Зовут его Александр Гутин. Так. Я давно слежу за творчеством этого человека. Ну, это вот какой, значит, Панин актёр, и такой Гутин поэт. Я знаю, да. Да не, ну, Панин гениальный по сравнению с этим человеком. Панин — это просто гений. Значит, Александр написал стихотворение. «Созрел на даче виноград, осенней мудрости предвестник». А помидор какой мудрости? Летний, наверное, да. Значит, ну, «Куплетом грустной тихой песни о том, что не вернуть назад». То есть огурец созревал куплетом. Ну, это как бы что вижу, то пою. А кынство? Далее. «Созрел он сладкою приметой». То есть если созрел огурец, это к мудрости. «Нетерпким будущим вином». Ой, этот виноград. «О том, что завтра с новым днём к нам не вернётся это лето». И вот теперь самое. «Созрел, как бой глухих часов, что отмеряют наши жизни от первых дней к последней тризне, от первых до последних слов». Очень интересно, но нихера не понятно. «А дальше будет дождь и град, и наши книги станут тоньше». А почему книги станут тоньше? Я в пародии поясню. Догадываешься, почему? Ну да. А знаешь, очень дорого сейчас. Он где в Европе живёт сейчас? Он же эмигрировал, нет? Твои слова в Самаре прозябают. И нечего добавить больше. «Созрел на даче виноград». Ты знаешь, у меня родилась пародия. Она называется «Огурец и Ференс». «Созрел на даче огурец и прошептал мне пополудни. Стихи хочу писать, едец. Хочу про страсти и про будни. Качаясь, как зелёный буй, он декламировал мне строки и сквозь ручьи солёных струй у огурца я брал уроки. Потом созрела черемша за деревянным туалетом и очень тихо, не спеша я стал считать себя поэтом. И рвал страницы из томов, и жопу вытирал Вольтером под мелодичный бой часов. Я бил по маятнику хером. А скоро осень, пианист, засушит мой любимый перец. И я пойму, теперь я лист, а огурец добавит Ференс. Ференс. Продолжение следует...